Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня на первом в этом году заседании Совета рассмотрим вопросы, которые напрямую влияют на качество жизни людей, на благополучие российских семей, на формирование сильной конкурентоспособной экономики. Речь пойдёт о дальнейшем развитии здравоохранения, и по второму вопросу мы обратимся к проблеме повышения производительности труда. Начну со здравоохранения. За последние годы здесь удалось добиться существенных изменений к лучшему. И ключевой показатель – это, безусловно, рост продолжительности жизни. Он сегодня составляет почти 72 года. Напомню, что за 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 лет – с 65,4 в 2005 году до 71,87 в 2016. У мужчин рост составил 7,7 лет, у женщин 4,6 года. За это же время младенческая смертность, как вы знаете, снизилась с 10,2 до 6,00 на 1,000 родившихся, а в январе было зафиксировано 5,1. Что касается материнской смертности, то здесь ситуация ещё лучше. Смертность снизилась более чем втрое. Создана эффективная система охраны материнства и детства. Значительно обновлена материально-техническая база медицинских учреждений. Широкое развитие получила высокотехнологичная медицина. Напомню, что в 2005 году эту помощь могли получать 60 тысяч пациентов, в 2016 – 963,1 тысячи. То есть рост почти в 15 раз. Число медучреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, выросло более чем в 10 раз – с 90 до 932 учреждений. Мы, безусловно, должны и дальше идти вперёд. Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте. И вот здесь хочу сказать и на некоторых настораживающих моментах. Смертность лиц трудоспособного возраста возросла в 2015 году. Ничего критического здесь пока нет, но, тем не менее, на это следует обратить внимание. Для того, чтобы ситуация и дальше развивалась в нужном нам ключе, предстоит создать действительно современную систему здравоохранения, причём на всех уровнях, от первичного звена до федеральных клиник. Систему, которая соответствует самым высоким мировым стандартам. Нужно прямо сказать, несмотря на очевидные изменения, у нас ещё много, очень много нерешённых проблем. Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно в небольших городах и населённых пунктах. Сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование, а в регистратурах часто ещё встречается и хамство. В послании к Федеральному собранию об информатизации медицинских учреждений тоже говорилось отдельно, но это лишь механизм решения проблемы. Вновь обращаю внимание, следует не просто обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали на приём и проходили обследование без нервов и очередей, в том числе пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких понятиях, как информационные технологии и электронная запись. А врачи избавились бы при этом от ненужной бумажной работы и больше времени могли бы уделять пациентам. Могли непрерывно улучшать свою квалификацию, в режиме онлайн обращаться за советом к коллегам из региональных и федеральных центров. Нужно повышать престиж, статус, материальное положение медицинских работников, укреплять их защиту, в том числе правовую. Здравоохранение, как и образование, это не просто сфера услуг. Врачи, учителя выполняют важнейшую для будущего страны и общества работу. Подчеркну, главные критерии успеха всех проектов в сфере здравоохранения – значимые и ощутимые результаты, которых люди ждут. А это точная и быстрая диагностика, и действенное лечение, доброжелательное человеческое отношение к пациенту, доступность, качество и эффективность лекарственных препаратов. Также в послании к Федеральному собранию была поставлена задача о развитии санитарной авиации. Это вопрос справедливости и равных возможностей на получение своевременной медицинской помощи на всей территории страны, имея в виду огромность нашей территории, это особенно важно. Конечно, мы должны смотреть и на длительную перспективу, использовать потенциал отечественной науки и добиваться прорывных результатов в сфере генетики, персональной и биомедицины, обработки больших данных, обеспечить практическое применение передовых разработок на всех уровнях здравоохранения. И ещё одно. Важны не только качество лечения, но и профилактика заболеваний, популяризация здорового образа жизни. Здесь также нужно продолжать активную работу. Поставленные цели и задачи требуют эффективных управленческих подходов, значительных финансовых ресурсов. Рассчитываю, что Вероника Игоревна Скворцова сегодня подробно одоложит, что предстоит сделать. Теперь несколько слов по второму вопросу нашей повестки, о задачах по повышению производительности труда. Понятно, что это ключевой вопрос экономического развития. Отмечу, что целенаправленные усилия уже позволили добиться стабильных темпов роста производительности в отдельных отраслях экономики. Например, по данным Росстата, в авиапроме рост производительности труда составил в 2012 году 15,6%, в 2013 – 27%, в 2014 – 29% с лишним. Правда, в 2015 и 2016 эти показатели выглядят гораздо скромнее. Но в целом, по показателям в этой сфере, Россия более чем в два раза уступает эффективным экономикам. А благодаря мощному технологическому прогрессу, который в мире сейчас поступательно развивается, этот разрыв может и серьёзно возрасти, если мы своевременно не будем на это реагировать. По данным ОСР, в 2015 году в России вклад одного работника в ВВП страны составляет 23,18 в час, а в странах ОСР – 46,53 в час. Нам нужно форсированно наращивать производительность труда, ежегодно минимум на 5-6% увеличивать. За этими цифрами рост эффективности экономики предприятия, создание современных рабочих мест и достойной заработной платы, а значит, будут увеличиваться, если мы решим эту задачу, будут увеличиваться и доходы граждан. Они смогут обеспечивать свои семьи, своих детей. Хорошие профессиональные перспективы откроются и для молодёжи, которые только выходят на рынок труда. Совместно с регионами, предприятиями, бизнесом следует выстраивать чёткую, работающую систему поддержки занятости и трудовой мобильности. Подход должен быть один. Если одно старое, неэффективное рабочее место сокращается, значит, как минимум одно новое должно быть создано, как на открывающихся крупных современных предприятиях, так и в малом бизнесе. И мы с вами понимаем, что особое значение малый бизнес здесь приобретает. Нужно дать возможность каждому человеку получить новую работу или открыть своё дело, повысить свою квалификацию или освоить другую профессию. Поэтому принципиально важно, чтобы программа повышения производительности труда осуществлялась в тесной координации с мерами по подготовке кадров и развитию предпринимательства. Предлагаю отработать этот механизм в нескольких субъектах Федерации, в рамках региональных программ повышения производительности труда. И прошу правительства отобрать такие регионы, оказать им всё необходимое содействие. Далее. На федеральном уровне нужно провести ревизию нормативно-правовой базы, снять излишние барьеры, мешающие формированию современного рынка труда, создать дополнительные стимулы для компаний повышать производительность, проводить технологическое обновление, создавать новые рабочие места. Недавно на площадке РСПП, вот Александр Николаевич знает, мы дискутировали на эту тему, обсуждали предложение бизнеса на этот счёт. Я прошу правительства совместно с деловыми объединениями проанализировать ситуацию, разработать необходимые поправки в законодательство и в короткие сроки внести их в Государственную Думу. Вновь подчеркну, важно найти баланс между задачами роста производительности труда и интересами бизнеса и интересами людей. Права граждан на труд, безусловно, должны быть защищены в условиях новой технологической революции. И, наконец, предлагаю на федеральном уровне с участием институтов развития создать Центр компетенции. Центр компетенции. Его задача – распространить лучший мировой опыт, лучшие российские практики в сфере повышения производительности и организации труда. Речь о том, как оптимизировать производственные и бизнес-процессы, мотивировать работников. Этими знаниями должны владеть и представители органов власти, в том числе на местах, и управленческий персонал предприятий. Я просил бы Максима Станиславовича Орешкина рассказать, каким образом министерство считает, должна быть выстроена эта работа по всем обозначенным направлениям. Давайте начнём работать. Слово Веронике Игоревне, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, основной концепцией развития российского здравоохранения является создание национальной пациентоориентированной системы, объединяющей все имеющиеся в стране медицинские мощности, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, работающей в рамках единых требований к качеству, доступности медицинской помощи и квалификации медицинских работников, а также реализующей государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи населению на принципах солидарности и социального равенства. Это позволило за последние пять лет достичь определённых положительных результатов в развитии здравоохранения. Как Вы уже сказали, Владимир Владимирович, прежде всего, в целом сформировать современную систему охраны материнства и детства и существенно снизить показатели материнской, младенческой и детской смертности. В 2013 году восстановить крупномасштабные профилактические осмотры населения и скрининги здоровья, которые прошли уже 87,5 миллионов взрослых и всё детское население, и это позволило существенно улучшить активное выявление заболеваний на ранних стадиях, поддающихся эффективному лечению. Я хотела бы сказать, что благодаря активному онкопоиску в прошлом году уже 55% злокачественных новообразований у нас выявлено на первой-второй стадии, что позволило снизить одногодичную летальность до 23% и повысить пятилетнюю выживаемость свыше 53%. В целом выстроена система экстренной специализированной медицинской помощи на основе создания и правильного размещения учреждений медицинских второго и межрайонного уровня. Это более 540 сосудистых центров, более полутора тысяч травмоцентров, и за 5 лет смертность от инсульта снизилась более чем на 34% и на 20% смертность от дорожно-транспортных происшествий. С 2012 года в три раза увеличился объем высокотехнологичной помощи, и помощь приблизилась к месту жительства людей. 932 организации уже оказывают эту помощь. Важно отметить, что за два года, 15-16, резко увеличился приезд иностранных пациентов в российские клиники на 87%. И в 2016 году уже более 13,5 тысяч иностранных пациентов лечились в российских клиниках по таким профилям, как репродуктивная технология, ортопедия, пластическая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология, стоматология. Высокое качество услуг и комфортные цены привлекли пациентов из более чем 20 стран, ближнего и дальнего зарубежья. И за эти же годы драматически сократился поток россиян для получения плановой медицинской помощи за рубеж. В 2016 году это 80 тысяч человек. Две тысячные от 33 миллионов, которые получают аналогичную помощь в российских клиниках. Поток в Израиле сократился на 60%, и поток в Германию сократился на 30%. Благодаря инвестиционным проектам и программам модернизации здравоохранения за пять лет в регионах построено более 2 тысяч новых медицинских объектов, отремонтировано более 20 тысяч организаций и закуплено более 390 тысяч единиц медицинского оборудования. В то же время сохраняется большое количество несовершенств в системе организации медицинской помощи. И предстоит сделать очень многое для того, чтобы преодолеть те трудности и проблемы, с которыми сталкиваются россияне при получении медицинской помощи. Мы выделяем пять приоритетных направлений развития. Прежде всего, это совершенствование доступности медицинской помощи совместно с субъектами Российской Федерации. В 2018 году в целом будет завершено формирование трехуровневой региональной системы здравоохранения на основе единых требований к размещению медицинской инфраструктуры со специально созданной геоинформационной системой, а также на основе единых порядков оказания медицинской помощи, в том числе в выездной форме для малонаселенных пунктов с населением от 1 до 100 человек. Таких пунктов у нас более 80 тысяч на территории страны. Это позволит обеспечить соблюдение во всех регионах предельных сроков ожидания медицинской помощи разных видов в соответствии с программой государственных гарантий. Важнейшая задача – обеспечить своевременную экстренную медицинскую помощь при жизнеугрожающих состояниях для тех пациентов, которые проживают в труднодоступных районах со сложными климатическими и дорожными условиями. Именно поэтому развитие санитарной авиации – один из наших приоритетных проектов, реализация которого в течение двух лет позволит существенно сократить время доставки пациентов в специализированные центры. Огромный резерв в повышении доступности медицинской помощи заключен в развитии цифровых технологий. Уже сейчас положительно себя зарекомендовали электронная запись на прием к врачу, выписка электронных рецептов и больничных листов. В 2019 году в целом будет завершено формирование системы телемедицинских консультаций между медицинскими организациями разного уровня, включая головные по профилям национальные научно-практические медицинские центры. И с 2020 года поэтапно будет ведет электронный мониторинг здоровья пациентов из групп риска с помощью индивидуальных устройств, измеряющих давление, пульс, концентрацию глюкозы крови и других элементов, положение в пространстве и т.д. С включением системы экстренного реагирования при изменении этих параметров до критичных величин. Вторым важным приоритетом развития является внедрение на всей территории страны единых требований к качеству медицинской помощи и создание системы управления качеством. В 2014-2016 годах совместно с экспертным профессиональным сообществом Национальной медицинской палатой создана система национальных клинических рекомендаций по основным заболеваниям человека. Для ускоренной адаптации к ним врачей в декабре 2016 года завершено создание электронного рубрикатора клинических рекомендаций и быстрой поисковой системы алгоритмов диагностики и лечения по ключевым словам и графологическим структурам. Эта система начинает повсеместно внедряться уже в этом году через автоматизированные рабочие места врачей, которых сейчас уже 70% от требуемого количества. До конца 2018 года клинические рекомендации будут внедрены во всех регионах страны. На базе клинических рекомендаций разработаны критерии оценки качества медицинской помощи, закрепляемые нормативно. С июля текущего года все экспертные и контрольные мероприятия будут проводиться с их применением. Большое значение мы придаем созданию комфортной среды и атмосферы доброжелательности в медицинских организациях. В 2015 году мы впервые провели всероссийский конкурс «Вежливая регистратура», когда регионы выбирали и на федеральный уровень представляли лучшие модели организации работы регистратур в поликлиниках и в диспансерах, с созданием удобных офисов приема больных, быстрой записи к врачу, с созданием отдельных колл-центров, информатов, информационных панелей. Этот конкурс стал ежегодным и уже внес определенный вклад в распространение положительного опыта по стране. Особого внимания заслуживает наш совместный проект с Управлением внутренней политики президента и экспертами Росатома, целью которого являлось повышение доступности и качества медицинской помощи через оптимизацию технологических процессов в медицинских организациях и устранение необоснованных потерь. Эта фабрика технологий уже внедрена в трех регионах и показала, что достаточно 4-5 месяцев с тем, чтобы через улучшение логистики процессов полностью уйти от очередей в медицинских организациях, сократить время ожидания врача у кабинета до 12 раз, увеличить время непосредственного общения врача и пациента в два раза, создать удобные условия для прохождения диспансеризации за один визит, разделить потоки здоровых и больных пациентов. Вот этот положительный опыт мы уже получили на примере первых шести преформированных поликлиник. И в настоящее время этот опыт распространяется еще на 30 поликлиник. С настоящего времени мы планируем активное тиражирование этого опыта по всей стране, по всем федеральным округам и регионам. Для помощи пациентам в реализации их главного права на охрану здоровья с 2016 года в системе ОМС формируется Институт страховых представителей. Поэтапно вводятся контактные центры, СМС-оповещения, внедряются механизмы восстановления нарушаемых прав пациентов до наступления нежелательных последствий. Данная пациентоориентированная система будет внедрена в стране до конца 2018 года. Приоритетом чрезвычайной значимости является разработка и внедрение новых технологий, цифровых и биомедицинских. В 2020 году в целом завершится формирование единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения на основе единой электронной медицинской карты пациента. Это позволит внедрить перекрестные электронные документы оборот и личный кабинет пациента. С любого компьютера каждый человек сможет войти в свой личный кабинет и получить необходимую информацию, выписки из медицинских документов, записаться к врачу, связаться со страховым представителем. В системе будет создан архив цифровых изображений и будут внедрены интеллектуальные программы автоматизированного чтения изображений с резким увеличением и точности, и своевременности диагностики. Будет внедрена система автоматизированной экспертизы качества медицинской помощи, сопоставления алгоритма ведения конкретного больного с вшитыми в систему эталонными протоколами и критериями качества. К концу 2020 года система будет полностью интегрирована с информационно-аналитическими системами ОМС и обращением лекарств и медицинских изделий, что позволит проводить комплексный анализ ресурсоэффективности всей отрасли. Таким образом, к концу 2020 года мы сможем выйти на качественно новый уровень управления здравоохранением, а также преемственностью и качеством медицинской помощи. Планируется, что с 2020 года начнут внедряться автоматизированные программы обработки больших массивов данных, бигдейта, которые позволят автоматизированно выбирать уже оптимальные алгоритмы сопровождения медицинского для каждого человека с учетом телемедицинских консультаций. В тот же период времени одновременно будут развиваться персонализированные биомедицинские технологии. В ближайшие три года будут внедрены технологии быстрого чтения генома, что позволит нам к 2020 году создать единую систему биомаркеров заболеваний основных, а также технологии современные, мониторинг здоровья человека, и сеть высокотехнологичных центров предиктивной, прогнозной и профилактической медицины. С этого года внедряются методы регенеративной медицины, основанные на технологиях клеточных и тканевых. К 2020 году будет создана в целом сеть биобанков, депозитариев и коллекции биоматериала, что даст новый импульс к развитию регенеративной медицины уже с трансплантации аутологичных, то есть полученных из собственных клеток человека, заменителей органов и тканей. В тот же период времени будет развита персонализированная фармакотерапия, это таргетные иммунные препараты при онкологических системных аутоиммунных заболеваниях, векторные вакцины, это генотерапия и механизмы редактирования генома, а также будут внедрены методы биофизики в виде робототехники, киберпротезов, различных сочленений человека и машинных механизмов. Устойчивое развитие инновационной медицины будет возможно при активном развитии национальных инициатив HealthNet, Neuronet, развитии научно-образовательных кластеров вокруг ведущих университетов и национальных научно-практических медицинских центров и благодаря вводу в строй в 2017-2018 году нескольких новых центров традиционной медицины. Для сокращения времени инновационных разработок и их клинико-экономического обоснования активно реализуются механизмы направленного инновационного развития и клинической апробации. Основной движущей силой развития отрасли являются медицинские работники. Постоянное внимание уделяется удовлетворению реальной потребности населения каждого региона во врачах разного профиля и среднего медицинском персонале, что реализуется через обновленный механизм целевой подготовки специалистов, эффективность которой в 2016 году приблизилась уже к 90%. При этом важным приоритетом является повышение квалификации медицинских работников. В настоящее время совместно с Национальной медицинской палатой разработаны и утверждены профессиональные стандарты по базовым медицинским дисциплинам. Все профессиональные стандарты для врачей-специалистов и среднего персонала будут завершены к 2019 году. В соответствии с профессиональными стандартами в течение шести месяцев с момента их принятия полностью актуализируются образовательные стандарты и образовательные программы. В 2016 году мы завершили создание Национального регистра врачей, а также единого портала непрерывного повышения квалификации врачей, которые отражают индивидуальную траекторию профессионального развития каждого врача. Все врачи страны войдут в эту систему до конца 2021 года. И важно отметить, что с 2016 года поэтапно вводится принципиально новый механизм допуска профессиональной медицинской деятельности через проведение аккредитации профессиональным сообществам по международному стандарту ОСКИ. Аккредитация распространится на всех медицинских специалистов также до конца 2021 года. Важнейшим направлением нашей работы является формирование ответственности у каждого человека за свое здоровье. С этой целью будет продолжена комплексная программа «Мотивирование граждан к здоровому образу жизни», начиная с дошкольного и школьного возраста через специальные образовательные модули совместно с Министерством образования и науки, в вузах через привлечение к волонтерству и занятиям спортом совместно с Росмолодежью и Министерством спорта и до корпоративных программ, направленных на создание и внедрение здоровья и сберегающей среды на рабочем месте совместно с РСПП. В постоянном режиме будут продолжены и противотабачные, и противоалкогольные проекты, программы по здоровому питанию и развитию физкультуры и спорта. Уважаемый Владимир Владимирович, реализация перечисленных приоритетных направлений развития позволит нам к 2025 году существенно увеличить среднюю продолжительность жизни в стране не менее 76 лет, среднюю продолжительность здоровой жизни до 66 лет, снизить младенческую смертность до 4,5 на тысячу родившихся живыми и снизить смертность лиц трудоспособного возраста. Нужно сказать, что за 2016 год мы достигли снижения 3,5% с 546 до 517 на 100 тысяч. Мы планируем в 2025 году достичь величины 380 на 100 тысяч. И также следует отметить, что сама индустрия здоровья выйдет на первые места в экономике страны к 2025 году, и Россия имеет очень большие шансы выйти в число лидеров по развитию биопедицинских и цифровых медицинских технологий. Уважаемый Владимир Владимирович, на основе клинических рекомендаций мы разработали около 3,5 тысяч медикоэкономических стандартов, которые позволили нам оценить реальную стоимость всего объема медицинской помощи, которую мы бесплатно оказываем населению, и выявить определенные дефициты по ряду направлений. Реализация новых пилотных и приоритетных проектов потребует дополнительных финансовых вложений. Мы очень просим вас поручить Минздраву, Минэкономразвитию, Минфину совместно провести анализ всех необходимых расчетов для решения вопроса о возможности дополнительного финансирования здравоохранения, его источниках в рамках в том числе предполагаемых налоговых изменений. И вложенные инвестиции в здоровье людей обязательно вернутся в экономику страны. Спасибо большое. Спасибо, Вероника Игоревна. Всё, что Вы говорили, всё важно, безусловно. И интересно, думаю, всем коллегам было услышать, ну и гражданам страны интересно и важно узнать о наших перспективных планах и о разработках, связанных, скажем, с использованием высоких технологий, с изучением генома, с возможностью влиять на геном и использовать эти знания для здоровья нации. Но не менее важно текущее состояние здравоохранения. Вот в одном из этих слайдов ваших, вот на 12-й слайд, независимая оценка качества оказания услуг медорганизациям. Очень важная вещь, действительно важная. Независимая оценка везде важна, в любой сфере. И в здравоохранении то же самое. Ну вот как это Вы предполагаете достичь? Общественные советы и органы государственной власти, субъектов Российской Федерации. Да, мы это делаем. Секундочку. Вы знаете, мы с Вами представляем, как формируются общественные советы. Это часто бывают такие управляемые структуры, которые, создание которых смысла никакого не имеет. Здесь нужны другие инструменты. Они есть. Я сейчас не буду на этом просто зацикливаться и время терять. Но их много. Нужно, чтобы это была объективная независимая оценка. Вот я Вас прошу просто от формализма уходить. Нам не нужны вот просто направления деятельности. Нам нужен результат по каждому направлению. Ладно? Вот это первое. Есть и другие вопросы. Я просто обращаю внимание на, как мне кажется, на наиболее существенные вещи, которые граждан волнуют. Вот это первое. Второе. Вот стандарты. Конечно, мы уже давно говорим о этих стандартах. Ещё и прежний состав правительства говорил об этом. Нужно это согласовывать с экономическим блоком и действовать, мы, повторяю, уже оскомину набили с этими стандартами, и действовать поступательно, настолько, насколько это возможно, исходя из того положения, в котором мы находимся. Ну, конечно, действовать в этом направлении нужно. Ну, а ещё один вопрос. Это даже не к вам, а к Денису Валентиновичу. О поводу санитарной авиации тоже многократно говорили. На какой авиатехнике будет развиваться эта программа? Владимир Владимирович, в прошлом году правительством было принято решение по накапитализации государственной транспортной лизинговой компании, куда были внесены средства в объёме 3,8 миллиарда, из которых будет направлено на закупку ансатов, уже 5 единиц техники, закупленные региональными компаниями, операторами, которые будут выполнять по заказам регионов эти услуги. То есть у нас ансад полностью отработан, буквально с Вероникой Игриной. Прошлой осенью его вместе инспектировали, принимали, как говорится, в эксплуатацию. Машина сертифицированная, оказывает услуги медицинские. Сколько лет её доводят до этого состояния? Так она уже позапрошлом году ещё сертификат получила. Значит, у нас не только ансад, и К-226 есть, есть другая техника, но нужно просто активнее это делать, что 5 единиц техники, это что такое для страны 5 единиц техники? Это ничего, ноль. Значит, это только начало. Мы рассчитываем, что и в этом году правительство окажет содействие в части увеличения капитала государственной транспортной лизинговой компании для того, чтобы обеспечивать через операционный и финансовый лизинг поставку авиационной техники. Это касается не только вертолётов, это и по вашему поручению два года назад было принято решение по запуску Л-410, который тоже может использоваться как санитарная машина на коротких расстояниях до 400-500 километров. Поэтому у нас в этом плане, я считаю, основа хорошая, с учётом принимаемых решений по развитию санитарной авиации будут заказы и будет техника. А производство-то где решили реализовывать, связанное с тем, чтобы на нашей территории это делать? Это Уральский завод гражданской авиации, который находится в Викторинбурге. Калиния уже первые две машины в прошлом году поставили на первому заказчику Министерства обороны. И вот опять же за счёт докапитализации ГТЛК в этом году будут получать первые гражданские заказчики. Ежегодно уровень локализации будет повышаться. Там оконечный уровень какой? 70%. Хорошо. Ладно. Аришкин, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, текущий этап развития российской экономики характеризуется непростой демографической ситуацией. Это следствие тяжёлого экономического кризиса 90-х годов и эхо Второй мировой войны. На этом фоне наш рынок труда испытывает две проблемы. Первая – это быстрое снижение численности населения в трудоспособном возрасте. У нас базовый прогноз Росстата предполагает снижение этого показателя на 800 тысяч человек в год с 2018 по 2020 год и в среднем на 600 тысяч человек в год до 2024 года. И вторая проблема – это снижение доли молодого поколения в структуре рабочей силы, что серьёзно замедляет процессы трансформации структуры рынка труда. В настоящее время Минэкономразвитие вступило в завершающую фазу фазу доработки комплексного плана действий правительства 2025 года, который предполагает реализацию целого ряда мер, обеспечивающих ускорение темпов экономического роста до среднемировых. Сначительную роль в этом плане играют меры, направленные на улучшение динамики экономически активного населения и снижение уровня структурной безработицы. Однако очевидно, что для обеспечения более высоких темпов экономического роста ключевой историей должна стать тема повышения производительности труда. Особенно учитывая, что одним из значительных резервов нашего рынка труда является структурно высокий уровень так называемой занятости с низким уровнем производительности. Стоит выделить четыре ключевые проблемы сохранения низкой производительности. Первая – это низкий уровень у предприятий проблемной группы управленческих и технологических компетенций, необходимых для качественного скачка в производительности. Вторая проблема – это неразвитость механизмов проектного финансирования, необходимых для реализации проектов по повышению эффективности производства. Третья история – это значительный объем барьеров, мешающих повышению производительности, которые сосредоточены не только и даже не столько в Трудовом кодексе, сколько в многочисленных нормах отраслевого регулирования, устанавливающих, например, избыточные требования, приводящие к необходимости держать избыточные штатные единицы. Четвертая проблема – это, конечно же, высокие социальные риски массовых сокращений и не всегда работающие механизмы быстрого поиска новой работы, переобучения и повышения квалификации сотрудников. Именно на преодоление этих проблемных зон предполагается направить работу в рамках приоритетного проекта «Производительность труда». Его задача – это сформировать необходимый фундамент, а также управленческую и организационную рамку, позволяющую фокусировать усилия бизнеса, региональных властей и федерального правительства на поддержке создания и реализации программ повышения производительности труда на конкретных предприятиях. В качестве названной управленческой рамки предлагается использовать региональные программы повышения производительности, которые должны обеспечивать, первое, разработку и реализацию корпоративных дорожных карт по повышению производительности, и второе, обязательное условие – мероприятие по содействию трудоустройству, освобождаемых с предприятий сотрудников. На чем предполагается основывать работу первого элемента корпоративных дорожных карт. Здесь первый инструмент – это создание так называемых центров компетенций на федеральном и региональном уровне. Федеральный центр будет формировать и поддерживать общедоступную базу знаний о современных управленческих практиках, технологиях организации производственных процессов, доступных технологических решениях в разных отраслях, а также содержать информацию об успешно реализованных проектах по повышению производительности труда на конкретных предприятиях. Общедоступность базы знаний очень важна, так как она позволит мультиплицировать эффект, в том числе за пределами тех предприятий, которые войдут в региональные программы повышения производительности. Федеральный центр компетенции предлагается создать на базе Внешэкономбанка, предусмотрев для этого его дофинансирование. Этот центр не только обеспечит реализацию проекта по производительности труда, но и станет логичным дополнением уже реализуемого в настоящее время Минэкономразвития совместно с управленческой командой ВЭБа проекта по созданию так называемой фабрики проектного финансирования. Региональные центры компетенции, которые можно создать на базе имеющихся институтов развития, будут координировать разработку и реализацию региональных программ, оказывать содействие предприятиям в разработке корпоративных дорожных карт. Второй инструмент содействия подготовки корпоративных дорожных карт, который тоже можно использовать, это президентская программа подготовки управленческих кадров. Ее можно в том числе ориентировать на подготовку как региональных команд в рамках данного проекта, так и менеджмента конкретных предприятий и участников программы. Стоит отметить, что зачастую Россия серьезно отстает как раз в вопросах современных управленческих технологий. Поэтому есть также предложение в качестве меры, активизирующей обмен лучшими управленческими практиками, переформатировать один из имеющихся национальных и экономических форумов в Красноярске в форм управленческий. При этом предлагается проводить его попеременно в Красноярске и Калининграде. Другие инструменты в рамках данного блока – это повышение качества работы механизмов проектного финансирования, снятие законодательных барьеров на пути повышения производительности труда и предоставление дополнительных налоговых стимулов. Второй ключевой элемент проекта – это обеспечение максимально полного трудоустройства в освобождаемых работников. В освобождении, с одной стороны, является затратным для предприятия, с другой – региональные органы власти зачастую сдерживают этот процесс из-за понятных социальных последствий. Какие инструменты здесь предлагаются? Первый инструмент – это переформатирование служб занятости и перевод их в проактивный режим работы с предприятиями еще на стадии формирования корпоративных дорожных карт с тем, чтобы обеспечить максимально быстрый, социально безболезненный и незатратный для компаний процесс трудоустройства в освобождаемых работников, в том числе через подбор индивидуальных предложений на основе оценки поведенческого и компетентностного профиля работников, через переподготовку и повышение квалификаций, необходимых для трудоустройства. Второй инструмент – это совершенствование инструментов поддержки внутрирегиональной и межрегиональной трудовой мобильности, программ повышения квалификации на предприятиях, в том числе через снятие имеющихся законодательных барьеров и создание налоговых стимулов для компаний, принимающих в освобождаемых сотрудников на работу. Что очень важно, такие налоговые стимулы в каждом случае должны нести положительный итоговый эффект для бюджетной системы. Компания, принимая на работу сотрудника и получая льготы, должна будет прогарантировать определенный уровень налоговых платежей в будущем. Безусловно, работа на направлении обеспечения трудоустройства работников должна быть скоординирована с уже имеющимися федеральными и региональными программами, а также с работой по другим приоритетным проектам, в частности, по развитию малого предпринимательства и поддержке развития моногородов. Инструменты, формируемые в рамках этих проектов, также значительно расширят возможности для трудоустройства освобождаемых сотрудников или для начала собственного бизнеса. Об организационной стороне вопроса. За ближайшие полгода нам будет нужно на федеральном уровне решить следующие задачи. Первое. Разработать в тесном взаимодействии с бизнесом и начать исполнение дорожной карты по необходимым поправкам в трудовое, налоговое и отраслевое законодательство, направленном на снятие барьеров и создание стимулов по повышению производительности труда. Минэкономразвитие организует эту работу совместно с коллегами по правительству, в первую очередь с Минтрудом, Минпромторгом и Минфином, а также с бизнес-объединениями. Естественно, все эти изменения нужно будет проводить в тесном взаимодействии со сторонами социального партнерства. Второе. Обеспечить создание на базе веба Федерального центра компетенций. Третье. Принять необходимую для запуска региональных программ методическую правовую базу. Четвертое. Обеспечить заключение соглашений с регионами, организовать мониторинг их реализации. Пятое. Разработать план дополнения функционала к программе подготовки управленческих кадров. Шестое. Разработать программу перезагрузки служб занятости. Седьмое. Уточнить набор инструментов финансовой и административной поддержки и реализации программ. С точки зрения региональной части программы предполагается отобрать на первом этапе порядка пяти пилотных регионов, которые за первые полгода должны будут создать региональные институты развития и подготовить региональные программы повышения производительности труда, в рамках которой в том числе осуществить отбор предприятий, участников данной программы и детально приписать меры, направленные на сохранение качественной занятости высвобождаемыми работниками. Управленческая конструкция, работая над проектом, предполагает роль функционального заказчика для Министерства экономического развития, роль куратора проекта в руководстве правительства возьмёт на себя Аркадий Вадимович Дворкович. Доклада окончил, спасибо. Продолжение следует... Вот всё правильно, интересно, но самое-то... Можно учить бесконечно, мы с вами знаем, и учить можно по-разному. Самое-то главное, конечно, стимулы, выгоды, снятие законодательных барьеров, как вы сказали, на пути повышения производительности труда. Вот здесь кое-что я увидел, написано. Ну а всё-таки вы с Минфином, с другими коллегами прорабатывали снятие вот этих барьеров, в том числе и налоговые там стимулы какие-то, это прорабатывалось на практическом уровне? Ну там дорабатывать эти механизмы ещё придётся, как раз в ближайшие месяцы на это потратим, потому что, вот ещё раз повторюсь, главное делать эти стимулы таким образом, чтобы они приводили к положительному бюджетному эффекту, чтобы не упадали деньги. Да-да-да, вот именно чтобы приводили к положительным бюджетным эффектам. Вот ликвидация нормативного закрепления избыточной численности, включая невозможность передачи отдельной функции на аутсорсинг, ну надо передавать на аутсорсинг, но у нас очень часто, и вы не можете это не знать, аутсорсинг сводится к тому, что создаются квазичастные компании, которым передаются фактически бюджетные средства, и вместо аутсорсинга получается просто повышение бюджетных расходов, с минимальным качеством окончательных работ. Вот, просто написать эти вещи недостаточно, нужно исходить из реалий, с которыми мы сталкиваемся при попытках организовать такую работу. А что касается налоговых стимулов, это что означает? Вот мне бы хотелось услышать Антона Германовича. Антон Германович, что это нужно, это совершенно очевидно. Вот для меня очевидно, что если мы хотим, чтобы заработали все наши планы, заработали, нужно, чтобы были стимулы, и чтобы бизнес чувствовал выгоды от внедрения новых технологий. Только тогда это всё заработает. Учить можно бесконечно, но если стимулов нет, ничего не будет. Мы сейчас по Вашему поручению готовим предложение по совершенствованию налоговой системы, и среди таких предложений будут подготовлены и меры по повышению производительности труда на предприятиях. Здесь, в первую очередь, конечно, мы рассматриваем вопросы о стимулировании создания высокопроизводительных рабочих мест, стимулы для предприятий обновлять своё производство с тем, чтобы высвобождать сотрудников и меньшим количеством добиваться большего и лучшего качества продукции. Это, с одной стороны, с другой стороны, высвобождаемые сотрудники будут проходить переобучение в рамках тех институтов, которые у нас созданы. В всяком случае, будем стимулировать через налоговое законодательство вкладывать в предприятия ресурсы именно в инновации, в новую технику, с тем, чтобы это решало задачу повышения производительности труда. По времени у нас примерно когда мы, Вы считаете, можем запустить все эти механизмы? Я думаю, всю необходимую подготовительную работу мы должны закончить к концу лета и осенью уже активно начать всё это внедрять на пилотных регионах. Хорошо, спасибо. Так, коллеги, есть какие-то замечания, предложения, соображения, вопросы по повестке? Да, пожалуйста, прошу. Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Центр стратегических разработок представил свои предложения, они в значительной степени были учтены. И я поддерживаю основные положения доклада Вероники Игоревны и Скворцовой. И я бы хотел особо отметить, что там пять проектов приоритетных предлагается. По масштабу замысла, то, что можно сделать до 2024 года, это превосходит то, что делалось по национальным проектам по здравоохранению. И объём изменений, в том числе технологического оснащения и изменение качества медицинской помощи для населения, произойдёт то, что было до сих пор когда-либо сделано за 5-6 лет. Это такие замыслы, которые заложены. Я поддерживаю те основные показатели. Особо хотел бы отметить возможность перехода к показателю именно здоровой продолжительности жизни. Для нас это особенно важно, потому что в ближайшие 15 лет молодое поколение от 20 до 39 лет сократится на 10 миллионов человек. Это демографический прогноз и, скорее всего, уже практический факт. А пожилого населения сверх 40 лет увеличится на 3 миллиона, а сверх 55-60 лет сегодняшних пенсионных сроков увеличится ещё на 4 года. То есть у нас создание того же ВВП и даже его наращивание придётся делать в структуре трудоспособного населения существенно более взрослого, пожилого. Это означает, что мы должны утвердить, по сути, здесь, что и предлагается, концепцию активного долголетия. И тем самым это больше требование к медицине, к обеспечению условий, к переподготовке этих специалистов. Мне кажется, эти вещи здесь хорошо были отмечены. Я бы ещё добавил, что мы здесь тоже предложили, и это отражено в материалах, что эта отрасль может существенно больше, чем сейчас, создавать и продукции, и в том числе экспортных услуг. Вот если реализуются даже небольшие инвестиции в эту отрасль, относительно небольшие, то к 2024 году можно получить 3 миллиарда долларов дополнительно экспортных услуг. Она будет работать на стабилизацию нашего внешнего торгового баланса, менее зависимого от нефти. Этот сектор тоже может дать такой свой вклад. Я бы отметил, что эта отрасль сегодня в мире и среди других отраслей считается одной из самых инновационных. Объём инвестиций в НИОКРы сегодня в области фармации и биотехнологий превосходит любые другие инвестиции в другие разработки в разы и даже превосходит в оборонные исследования. И таким образом закупка оборудования сюда, так и повышение уровня технологий в этой сфере, по сути, это государственный спрос, который в целом повышает производительность всей экономики. Поэтому я тоже поддерживаю то предложение об увеличении расходов на отрасли здравоохранения. Это через и повышение качества и здоровья населения с точки зрения и отдачи в экономике. Это, кстати, тоже повышает производительность труда. Уменьшается количество больничных, повышается трудоспособность. Но, кроме того, это и создаёт новый совершенно импульс инновационным трендам у нас в России, повторяю, и даёт новые возможности. Я бы мог отметить ещё несколько вещей, но в целом они названы. Например, мы считаем, что можно удвоить количество патентов в области фармацевтических изобретений и таким образом сделать новые вклады в развитие технологий в России. Но, конечно, последний момент – это улучшение работы в части здорового образа жизни. То есть инвестиции в эту сферу, казалось бы, которая должна быть заботой каждого человека, может существенно улучшить здоровье нации и, как я сказал, производительность. Плюс целый ряд подпроектов, которые здесь названы, связаны с повышением заботы о хронических больных, которые у нас недостаточно сегодня, обеспечения, в том числе, их лекарствами, в восстановительных процедур, предиктивной медицины. Вот это всё в целом мы тоже участвовали в прописывании этих проектов, поэтому мы их поддерживаем. Хорошо. Пожалуйста, пришлось. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы считаем, что повышение производительности труда – это, наверное, сейчас главная задача для роста экономики страны. По оценкам экспертов опоры России, у нас на сегодняшний день в промышленности где-то 40% времени используется производительно, а 20% уходит на нерациональное использование труда, 20% на обеды, перекуры и 20% теряется на низкой интенсивности труда. При средней зарплате 36 тысяч рублей в России, то мы говорим о том, что сегодня более 2 триллионов рублей ежегодно фактически потребители платят за непроизводительные расходы только в промышленности. Соответственно, это сдерживает и конкурентоспособность нашей продукции, такие гигантские цифры. И кроме того, это не даёт возможность повышать существенно заработную плату тем людям, которые заслуживают того, чтобы им повысить. Мы считаем, что главный вопрос на первом этапе не требует бюджетных ассигнований – это вопрос научной организации труда, которая великолепно развивалась, в том числе во времена Советского Союза. Но в научную организацию труда нужно вовлечь собственников, менеджеров и работников предприятий. Но для этого нужно решить три задачи – организационную, мотивационную и культурологическую. В организационном плане мы считаем, по примеру, большинства стран мира создать Национальный комитет по повышению производительности труда, который должен возглавить государственный деятель с высоким статусом. К примеру, в Сингапуре такой Национальный комитет возглавляет заместитель премьер-министра, в Пакистане – министр промышленности. Национальные комитеты входят и на уровни регионов, соответствующие чиновники высокого статуса. Мы согласны, что в регионах должны создаться учебные центры по пропаганде и обучению научной организации труда. Кроме того, на правительственном уровне определяется методика, каким образом будет замеряться производительность труда, а также назначается санкция за искажение показателей по производительности труда. Формируется резерв предприятий, которые готовы на добровольной основе вступить в программу по производительности труда. А для того, чтобы они добровольно вступали, есть мотивационная составляющая, которая включает комплекс мер. Какие это могут быть меры с нашей точки зрения? Во-первых, это компенсация процентных ставок, допустим, до 5%, которая действует сейчас в Министерстве сельского хозяйства. И если предприятие вошло в систему по производительности труда, и действительно оно улучшает производительность труда и берет затем кредитные средства финансовых институтов на уже закупку технологий, то только в этом случае при соблюдении показателей и то, что это покупается технология, ему компенсируется процентная ставка. Опыт сельского хозяйства показывает, что такой механизм крайне востребованный. Кроме того, могут быть использованы такие меры, как налоговый вычет, если в качестве замерителя производительности труда взять именно добавленную стоимость, которую предприятие сгенерило дополнительно, то есть фактически налог, который дополнительно поступил в государственный бюджет, только в этом случае предприятие может получить налоговый вычет по НДС в сумме меньшей той, чем оно дополнительно перечислило бюджет за прошедший период в результате внедрения мероприятий по производительности труда. Культурологические аспекты должны заключаться прежде всего в пропаганде необходимости повышения производительности труда в рамках государственного заказа в средствах массовой информации, а также реализации обучающих программ по аналогии с научной организацией труда, существовавшей в Советском Союзе. Кроме того, необходимо создание порядка, с нашей точки зрения где-то 100 тысяч новых учебных мест в вузах, готовящих специалистов по научной организации труда. Еще раз подчеркнем, что качественное изменение ситуации возможно только массовым движением и вовлечением в этот процесс не только государственных управленцах, но также собственников, менеджеров и работников предприятий. И мы готовы в рамках нашего бизнес-объединения подключиться к этому вопросу, но здесь нужно действительно решение на государственном уровне, и замечательно, что этот вопрос включен в приоритетные вопросы стратегического развития нашей страны. Спасибо. Леонид Михайлович, пожалуйста. Леонид Михайлович, пожалуйста. Владимир Владимирович, во-первых, огромное спасибо за приглашение. Я должен сказать, что весь блок, который занимается здравоохранением у вас, начиная с президентской администрации, Совета Федерации, Думы, правительства, Минздрава, работает в очень напряженных бесконечных дискуссиях. Не соскучишься просто. Я вот слушал сейчас Верониху Игоревну и без всякого подхалима же говорю, что восхищался. Она все цифры знает наизусть, не хуже Татьяны Алексеевны, и мыслит прекрасно, стратегически, как специалист, доктор высочайшего уровня. Причем не по подсказке помощников, а придумает все сама и своими убеждениями. Мы иногда спорим. Мы, правда, придем персценифицированной фармакотерапии, регуляционной медицины, всему тому новому, что было в докладе и, может быть, не совсем понятно, как бы заоблачному. Но нужно время, и нужна вера, и нужны оптимисты. Ее иногда поругивает, что всегда при встрече с вами, благодаря ТВ, говорит только о достижениях и не говорит о проблемах и не показывает ТВ ее слез после заседания правительства, когда она оттуда выходит и когда не может добиться того, что хочет добиться. И при этом необходимо решать массу ежеминутных проблем в участии в бесконечных заседаниях на фоне отсутствия единой структуры управления здравоохранением, политики и губернаторов, которые законодательно отвечают за здравоохранение и ведут свою линию. Представим себе, что так бы была построена армия, как бы себя не чувствовал уважаемый Сергей Кожукетович. А мы еще почище армии, потому что у нас каждый день жизнь или смерть. Поэтому, например, во многих странах разрешение на профессиональную деятельность имеют только врачи, которые являются членами единого врачебного сообщества. Общество отвечает за них, они отвечают перед обществом. Каждый год они исключают из своих рядов, кто нарушил эти этические нормы или единые правила диагностики лечения. Поэтому там в целом порядок. А у нас? Конечно, Веронике Игоревне было бы проще, если бы наши результаты лечения и уровень организации здравоохранения были такие, как там, то довести здравоохранение в ВВП хотя бы до 5%. Не 10-15, как там, в евро, а хотя бы до 5 в рублях, а не 3-4 процента, как сейчас. И этого, конечно, не понимают, уже неоднократно говорил «Уважаемый Антон Гермич». Вы знаете, Вероника Игоревна сегодня мне напомнила Владимира Ильича с его планом в ГОЛУРО. На фоне множества проблем он как бы фантазировал, но ГОЛУРО состоялось, пока не пришел Чубайс. Мы прекрасно понимаем сегодняшнюю ситуацию, но давайте хотя бы помечтаем. Нам нужно сделать так, чтобы народ российский был доволен здравоохранением. Народ недоволен кадровыми проблемами здравоохранения, которые выходят за рамки возможностей Министерства и профессиональной подготовкой массе врачей на фоне наличия прекрасных специалистов, не уступающих западно по своей квалификации. Ни одно прежнее Министерство здравоохранения не работало в таких сложных условиях, как сегодня. Я не понимаю до конца, какими героическими усилиями мы добиваемся улучшения показателей на фоне непродуманной до конца прошедшей оптимизации, но это отдельный вопрос. Мы отчетливо понимаем, что в стране сейчас сложно и сложно и нам. Мы не скрываем, что это все на фоне недофинансирования здравоохранения, нарастающего кадрового дефицита в практическом здравоохранении, общих нерешенных вопросов высшей школы и квалификации врачей. Кстати, у нас нет четкой государственной программы, когда мы выйдем из кадрового дефицита. Когда-то потом народ уже не устраивает. Сегодня, особенно в первичном звене, это близко к катастрофе. Нам нужна такая программа. Если можно это внести в решение сегодняшнего совещания, было бы хорошо. Вторая программа, без которой невозможно движение дальше и которая должна быть оформлена как государственная программа, это весь круг профессиональной врачебной деятельности, которой сейчас активно стало заниматься Минздрав и крупнейшие врачебные обвинения России и Национальной медицинской палаты. Вообще, во всех ведущих странах Минздравы не занимаются профессиональной деятельностью. Это все передано профессиональным организациям с ответственностью за уровень подготовки специалиста. И мы благодарны вам, Владимир Владимирович, за поручение вот уже за оставшиеся полтора года законодательно оформить пошаговый переход к саморегулированию профессиональной деятельности. Пошагово, не торопясь, с окляткой, чтобы не наделать глупостей. И мы просим Думу способствовать этому. Как первый шаг мы отрабатываем Минздравовую систему государственной общественной формы управления профессиональной деятельностью. По задумке, все документы, которые касаются профессиональной деятельности, уже сейчас до подписания обсуждаются с Национальной медицинской палатой как экспертным сообществом. Это хорошо. Вот посмотрите, что мы конкретно совместно уже сделали. Изменили систему после дипломного образования, между прочим. Врач должен учиться всю жизнь, один раз как пять лет, как было. Но эта система должна быть удобной врачу и требует законодательного закрепления. Мы разрабатываем профессиональные стандарты по всем направлениям профессиональной деятельности. Что конкретно должен знать, уметь и делать, окончивший институт или орденатуру? Такого еще не было. А работа оказалась тяжелой. Сегодня эти стандарты подготовлены уже по 30 специальностям. И в этом году закроем все. Мы привязываем профессиональные стандарты конкретному месту работы. Поэтому работа еще будет продолжена, возможно, не один год. И нужно сказать спасибо вашему совету, который возглавляет Александр Николаевич Шохин и Минтруду за совместную нашу работу. На основании профессиональных стандартов пересматривается образовательные программы. При этом следует решить вопрос материально-технического оснащения учебных заведений. И я был, сам видел. И повысить базовые тарифы со 2-го до 3-й группы. С 76 до 126. Это было праведливо. Это же касается и ординатуры. Потому что мы опять сзади. Аккредитация специалистов из теоретической плоскости сегодня перешла в практическую. Сегодня мы говорим о новом подходе к допуске к профессии. Созданы аккредитационные комиссии во всех регионах, где есть учебные заведения, и возглавляет их представители врачебных объединений, входящих в Национальную медицинскую палату. Мы говорим, учат они, принимают профессию мы. Мы четко сказали, что рекомендованные ранее стандарты лечения никакого отношения к лечению не имеют. Это медико-экономическое понятие. Их надо было заменить на клинические рекомендации, протоколы лечения, которые в соответствии с законом разрабатывают и задерживают профессиональные организации. Их сегодня уже более 1200. Эта работа будет продолжена. И это положение должно найти отражение в законе. Нами разработана и внедряется лучшая в мире система независимой профессиональной экспертизы, основанной на обезличенности документов и экстратериальности. Говорю с полной ответственностью. И все это должно тоже лечь в специальную программу. Мы работаем. Но есть и проблемы. Прошу, снимите с нас непосильную административную ответственность. Нас штрафуют буквально все. Этого нет ни в одной другой специальности. Да. И свое личное мнение еще раз. Давайте уберем ненужную нам систему страховых компаний, которые как пиявки сидят на нашем теле и не приводят к улучшению качества и доступности медицинской помощи. Сегодня в одном учреждении нашем 12 страховых компаний. Каждый приходит в свободное для себя время, отрывает от работы и, по сути дела, на качество оказания помощи не влияет. Это только внешнее оформление документов. Вы, Владимир Владимирович, говорили, что у нас надо создать страховую систему. Я согласен. Но я спрашивал у страховщиков, что это такое сегодня. И ни один не ответил, что это такое в наших сегодняшних условиях. И, пожалуйста, Владимир Владимирович, надо остановить повышение зарплаты медиков за счет оптимизации. Антон Гернич этого не хочет слышать. Я думаю, доведет. Простите, что не так. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Владимир Владимирович, пожалуйста. Но не за ее слезы, за то, что она похожа якобы на Ленина, а за то, как она много делает для того, чтобы внедрять научные достижения в медицину. Вы знаете, это очень серьезное дело. И то, что сегодня в нашей Академии медицинская часть и физическая часть, и математическая часть, и биологическая работают вместе, это дает очень сильный эффект. Мы это увидим. Я скажу, что вот мы подготовили вместе с Министерством и с ФОНО и с Академией наук некую программу, которая называется «Физика в медицине». Дело в том, что уровень понимания, описания и умения формулировать и создавать приборы и оборудование в физике, он очень высок. Вы это хорошо знаете. И вот при неменении этого для здравоохранения открыли очень большие возможности. Я приведу несколько примеров. Вот плазма. Вот эта вот плазма, которая в лампах горит, она обладает таким свойством, что электронные компоненты холодные, а ионные компоненты... Наоборот, электронные горячие, а ионные компоненты холодные. Это позволяет очень эффективно убивать микробы, которые сегодня резиссивны к антибиотикам. И вот мы создали такую вместе вот как раз с Вереникой Игоревной такую установку, которая, казалось бы, вот дает работать на противоположных принципах, к чему мы привыкли, но оказывается очень эффективной. Ну вот, фемтосекундный лазер, например. Сегодня ученые могут делать такие короткие импульсы, что расстояние, которое в секунду проходит такой импульс, в 10 раз меньше человеческого волоса. Это тоже открывает совсем иные возможности и в альфтомологии, и в управлении клетками, и многими-многими другими вещами. В результате, в общем, создана сегодня программа. Я с вами имел возможность вот ее обсудить совсем недавно. И по нашему мнению, эту программу хорошо бы как-то поддержать, если это возможно. Но, знаете, она очень обширная. И вот физики с удовольствием бы работали над этой программой, и это как бы такой реальный шаг объединения нас в трех направлениях, сельской хозяйственной медицины и естественной науки. В одну программу, и ученые будут работать тут вместе. Я убежден, что это поможет делу. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Алексей Евгеньевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня обе темы крайне важны. И, конечно, низкое производительство труда – это один из основных ограничителей выполнения поставленной вами задачи обеспечения роста российской экономики. Но, отвечая за развитие нового цифрового здравоохранения в рамках HealthNet, национально-технологической инициативы, все-таки позволили себе предметно остановиться на первом вопросе, на вопросе, связанном с приоритетным проектом здравоохранения. То, о чем сейчас говорил руководитель Российской академии наук, это крайне важно, потому что новые технологии, такие в частности, как электронные данные в медицине – это яркий пример конвергенции медицины и других наук, в частности информационных технологий. Сейчас в мире растет конкуренция среди технологий, группы и даже странно, уже не по сбору данных, а по их обработке и внедрению в практику результатов анализа. В конечном счете важны не сами данные, а механизмы принятия медицинских решений на основе созданного с помощью искусственного интеллекта алгоритма. Искусственный интеллект в данном случае, он самообучается в процессе анализа, то есть на базе большого массива исторических данных он учится распределять объекты по однородным группам и выделять те параметры, которые влияли на значимое изменение состояния здоровья каждого из объектов. При этом, чем больше объем информации проходит через систему и чем лучше он настроен, этот алгоритм, а вот в частности в рамках национально-технологической инициативы уже есть команды не только обладающими необходимыми для этого знаниями, но и международными патентами, тем правильнее будет решение. И поэтому, Владимир Владимирович, очень важно разработать форматы данных и очень важно качество данных, потому что для того, чтобы алгоритмы работали, чтобы они стали не заменой врачу, а помощником, вот как микроскоп не заменяет зрение, он дает дополнительный инструментарий. Вот здесь важно учитывать развитие сенсорики нового поколения, датчиков обратной связи и, как следствие, ожидаемый качественный скачок в процессе сбора медицинских данных. При этом, Владимир Владимирович, очень важно, что, согласно вашему поручению, до конца 2018 года доступ к широкополосному интернету будет обеспечен во всех медицинских учреждениях и это позволит нам по-настоящему, чтобы система уже зажила, чтобы эти данные, чтобы... Ведь этот же доступ нужен не для того, чтобы больницы между собой в компьютерные игры играли, а для того, чтобы как раз на основе этих данных мы получали решения, которые приведут к основному КПИ, КПЭ, о котором говорила Вероника Игоревна, повышению продолжительности и качества жизни россиян, оно неизбежно случится, если эта система заработает. Поэтому я бы для того, чтобы воспользоваться преимуществами российской медицины, а у нас есть целый ряд конкурентных преимуществ, например, там китайские коллеги из Китайской Народной Республики, запустили сходные проекты, вбросили в это миллионы долларов, но не имеют тех преимуществ качества нашей классической медицины и поэтому вынуждены отстают. Кстати, подтверждением качества нашей классической медицины является и рост спроса на экспорт наших медицинских услуг, о котором говорила Вероника Игоревна. Поэтому я бы просил, Владимир Владимирович, поручить Минздраву при участии HealthNet, а HealthNet это проект совместный с Минздравом. Запустить пилот в ряде субъектов по сбору качественных данных, с которыми можно будет работать, не мусорных, а по-настоящему выводящих нас на решение. И, наверное, конечно, принимая внимание, что эти данные, они все-таки это вещь чувствительная, это данные, которые, медицинские данные требуют серьезной осторожности в работе с ними, здесь можем воспользоваться опытом госкорпорации Ростех, которая как раз работала в рамках постановления 24.24 над единой государственной информационной системой здравоохранения, выйти на решения, которые появятся в арсенале каждого врача. И все это будет подспорьем и для Министерства здравоохранения, и для правительства, чтобы Россия стала лидером на этом направлении, а качество жизни граждан и продолжительность жизни повысилась даже за пределами тех 76 лет, о котором говорила Зверняка Игоревна. Спасибо. Ольга Верюмин, пожалуйста, и будем заканчивать. Уважаемый Владимир Владимирович, я бы хотела вернуться к теме производительности труда, потому что мне кажется, что мы сегодня не обсудили один аспект этой проблемы, который представляется крайне важно. Производительность труда это категория все-таки экономическая. И когда предпринимателю становится выгодно сделать техническое перевооружение и заменить ручной труд, человеческий труд на механизм машины, то он это делает. И мы это видим по нашим отчетным данным. Например, в 2013 году, после того, как был повышен тариф на места с вредными и опасными условиями труда, началось резкое сокращение этих мест. И за истекший период число мест с вредными и опасными условиями труда сокращено на 800 тысяч. То есть столько людей удалось вывести из вредных и опасных условий только благодаря тому, что был изменен вот такой тариф. И на сегодняшний день вот такая ситуация с производительностью труда во многом складывается от того, что мы отстаем от своего же графика по повышению минимальной оплаты труда и из-за того, что у нас занижена стоимость труда в низовом секторе. И мы видим, что, например, за прошлый год у нас сменили работу 28 миллионов человек, то есть почти треть. Люди спокойно уходят с предприятия и спокойно устраиваются. При этом безработица у нас не выросла. Через службу занятости мы трудоустроили целевым образом 4 миллиона человек, и у нас число предложений по вакансиям ни разу не сократилось, меньше 900 тысяч. То есть там по периодам бывает миллион 900 тысяч, но меньше она не сокращается. Поэтому сейчас важнейшей темой, вот чтобы синхронизировать эти процессы по производительности труда, надо вернуться к теме, когда мы повышаем... У нас было соглашение о том, что мы вернемся к теме повышения МРОТа, и повышение МРОТа сразу даст нам вывод из нашей системы самых низкопроизводительных рабочих мест. И в этом смысле мы готовы разработать и оказать всяческое содействие для того, чтобы эти люди были вовремя переобучены, заблаговременно, и чтобы они не почувствовали никаких сложностей в связи с создавшейся ситуацией. И я прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение, в том числе Министерству труда, потому что это ключевой вопрос дальше по производительности. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Я хочу поблагодарить всех коллег, которые выступали, но прежде всего тех, которые готовили сегодняшнюю нашу встречу и обсуждение. Безусловно, вопросы ключевые и здравоохранение, повышение производительности труда, потому что без решения вопросов в этой сфере мы вообще никуда двигаться дальше не сможем, и развития никакого не будет. Но нужно только, чтобы наши с вами разговоры и хорошие планы, начинания не повесили в воздухе. Поэтому я не случайно спрашивал у министров, как они планируют, как они видят дальнейшую работу по этим направлениям, реализацию, сроки. И прошу, Дмитрий Анатольевич, на одну из наших с вами регулярных встреч, которые у нас проходят, и часто без всяких средств массовой информации, но тем не менее на одну из встреч вернуться к этому вопросу и прошу вас взять это под контроль с тем, чтобы все сроки были соблюдены и качество тех мероприятий, которые намечены, было обеспечено. Спасибо большое. Хорошо.